Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге Великий Музей Мира. Джон Нэш. Китайская галерея. Лист 15-й иллюстрации Дворца его Величества в Брайтоне. 1820 год. Публикация 1838. 20 на 30. Джон Нэш крупнейший британский архитектор первой половины 19 столетия. Он спроектировал множество зданий и комплексов в Лондоне и возглавил реконструкцию главной резиденции английских монархов Букингенского дворца. Хотя в основном Нэш работал в неоклассическом и неоготическом стилях. Одно его знаменитых строений Королевский павильон Брайтоне, который закончен в 1822 году, явилось образцом экзотических восточных пристрастий своей эпохи. В конце 18 века принц Уэльский, будущий король Георг IV, приобрел на полюбившейся ему брайтонском курорте землю, на которой он быстро возвел первый дворец в виде неоклассической виллы. В 1815 принц поручил Джона Нэшу, бывшему в тот момент придворным архитектором, полностью перестроить здание в модном тогда индо-сарацинском стиле. В результате чего возникло сказочное сооружение с миноретами, пагодами, луковичными угламами, ажурными террасами, бамбуковыми лестницами и позолоченными драконами, представляющими столь характерную для периода эклектики смесь индийских, мавританских и китайских мотивов. Представленный акварель, изображающий центральный коридор променад Брайтонского дворца, старшего приморской резиденцией королей Великобритании, имеет особую ценность, поскольку передает первоначальный облик и стиль этого удивительного строения до его многочисленных реставраций и переделок. Коридор освещен встроенным в потолок большим стеклянным светильником, расписанным символами китайского бога Грозы Линши. Легкие трильяжные решетки, похожие на вставленные между стенами и потолком рамы, разграничивают пространство на крупные секции. Они акцентированы роскошными резными и раскрашенными штандартами с подвешенным к ним нарядными китайскими фонарями. Стенные панели обиты персиковым ситцем и расписаны голубыми бамбуковыми побегами и птицами. Эту изысканную цветовую комбинацию повторяют ковровые дорожки на полу. Большой камин с зеркалом фланкируют глубокие стенные ниши, в которых на подиумах стоят костюмированные фарфоровые фигуры китайцев. Низкие шкафы-кабинеты украшены оклеенными розовым шелком панелями. Этой же тканью обиты и расставлены вдоль стен длинные сундуки скамьи. Трагоценные вазы из китайского фарфора завершают эту причудливую декорацию в стиле тетрализованного шануазри. Ну, такое описание к работе Джона Нэша. Китайская галерея. Иллюстрация Дворца его величества в Брайтоне. 1820 год. Описание по книге Великие музеи мира. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok